Слава нашему Богу! Мы имеем прекрасное время. И сегодня мы уже слышали много. Брат Лёня и брат Руслан говорили нами Слово Божьего. И через пение Дух Святой сегодня нас готовит. И Он хочет что-то донести до нас. И если наше сердце, оно открыто, как брат Лёня говорил, много о качестве христианина, в частности, о том, насколько наше сердце, оно преображено, насколько мы храним его, написано из него источники жизни, из нашего сердца. И очень важно, когда мы в нашей жизни обращаем на это внимание. Вы знаете, Иисус Христос, когда Он жил на земле, Он очень много говорил именно о том, что люди должны делать. И Он проповедовал и учил именно о том, как мы, как христиане, должны жить. И я сегодня тоже хотел бы продолжить, вот как молодежь говорила, мы хотим продолжить это Слово. И вы знаете, Дух Святой, Он работает. И моё Слово тоже, оно будет именно направлено на то, чтобы мы проверили себя не внешне, а внутренне, наш внутренний человек. Именно о том, как мы живём, какие принципы в нашей жизни, нашего поведения, нашего ухождения перед Богом. Знаете, очень часто за людей говорят, это человек принципиальный, да? Это принципиальный человек. Он стоит на каких-то принципах. Он, как сказать, он не может изменяться. Он не идёт на уступки своей совестью. Это человек, который держится определённых принципов. А принципы для христианина – это и есть Божьи заповеди. Это и есть Божьи заповеди те, которые мы приняли от Иисуса Христа, от апостолов. И когда мы их принимаем в нашу жизнь, не только слушаем, а живём по ним, по этим принципам Божьим, тогда наш духовный человек, он стаёт более совершенный. И, как мы уже слышали, принципы, то есть, когда человек стоит на этих принципах, принципы это переводится как начало, как внутреннее убеждение, взгляд на вещи, определяющие нормы поведения человека. Это есть принципы, то есть, духовные принципы в жизни каждого человека. И, знаете, было подмечено брату Лёнию, что из сердца исходит это, из сердца человека. Я прочитаю место, которое написано филиппийцам, где апостол Павел пишет в четвёртой главе. «Итак, братья мои возлюбленные, и возжелены радость и венец мой, стойте так в Господе! Умоляю Еводию, умоляю Сентихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и Тебя, искренний сотрудник, помогаем подвязающимся в благоествовании вместе со мною и Климентом и вместе и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда, о Господе! Ещё говорю, радуйтесь! Кротость ваша, да будет известна всем людям, Господь близко! Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве, в прошении с благодарением. Открывайте желания, свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Апостол Павел здесь перечисляет именно требования заповеди, наставляет филиппийцам именно о том, что вы мыслите о Господе. И дальше он говорит, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте». И что? «И Бог мира будет с вами». Слава Богу! Братья и сёстры, здесь говорится, апостол Павел как бы увещевает и предупреждает, наставляет, говорит, что только что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Знаете, христианин, который стоит на Божьих принципах, на Божьих заповедях, он никогда не разменяется на каких-то грехах. И если Слово Божие говорит, что не крась, не кради, значит, человек, он не будет крась, он не будет воровать. Как вот брат Лёня привёл такой пример, говорит, смотри за теми, они воруют. Знаете, когда мы были в Советском Союзе, жили там, кто там жил, молодые этого не знают, многие работали на предприятиях, и та сама система, она учила воровать. Она учила. И люди все воровали. Если на фабрике делают там колбасу, каждый уходит с работы и немножко берёт. И это уже было в норме. И даже та охрана, которую я выпускаю, если ты немножко взял, они пропускают, не обращают внимания. Если, конечно, много взял уже, то тогда мы это остановят. И вот кто в колхозах, с колхозом и связан, они могут сказать, что та система, она была такая, что христианам трудно было хранить себя. Были такие же даже, как пословицы, что если не украдёшь, не проживёшь, да? Или всё вокруг колхозное, всё вокруг моё. Люди так считали. И знаете, это люди очень часто это делали. Очень часто. Некоторые немного, а некоторые много воровали. Но христиане, те, которые держались на принципах Божьих, они этого не делали. Они себя хранили чистыми. Говорят, храни себя чистым. Хотя все это делали. И начальники делали, и рабочие делали, и всё это делали. И люди так привыкли, что приехали сюда, в Америку, и здесь продолжают делать. Хотя эта страна, она немножко по-другому строилась. И знаете, я сегодня хотел поговорить, именно наше внимание обратить на одно из этих слов, которые апостол Павел говорит, что что такое честно, о том помышляйте, о честности. Один из характеров христианина, один из принципов христианина, это честность, это то, что так необходимо этому миру. Это то, что должно отличать христианина от этого мира, честность. Есть место Священное Писание Иисус Христос говорит в 8 главе Иоанна 46 стих, и здесь Он говорит такое слово, вы знаете, Его окружали многие люди. Он учил и приходили многие, многие приходили, чтобы услышать, а многие приходили, чтобы уловить Его в каком-то слове, чтобы в чем-то Его поймать. И Он сделал такое заявление, что «Кто из вас обличит Меня в неправде? Кто из вас обличит Меня в неправде?» Можем ли мы сегодня сказать так, что «Кто из вас может обличит Меня в неправде, где я сделал какую-то неправду, где я что-то сделал нечестно, где я поступил где-то неправильно, вопреки своей совести, вопреки принципам Божьим, которые говорят нам, честность, она определяется как бескомпромиссность, порядочность. Это противоположно обману, хитрости и лукавству. Честность – это и есть характер христианина. И очень важно, чтобы в жизни нашей мы держались этих принципов. Знаете, Евангелие 14 глава в конце этого стих уже 30 написано, Иисус говорил, «Уже немного Мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего». Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Князь мира сего, в противоположность честности написано, это лжец и отец всякой лжи. Это лжец и отец всякой лжи. И когда Он говорит свое, говорит ложь. Это князь мира сего, это дух мира сего, обман. И Иисус Христос говорит, что идет князь мира сего, а во Мне не имеет ничего. Братья и сестры, вы знаете, что когда этот князь мира сего, когда-то в древности тоже он был тем же самым, и он ходил вокруг Иова. Иов был праведный человек, справедливый, и он ходил вокруг него, и Бог говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Он есть справедливый, честный, богобоязненный. Этот человек Иов поставленный пример. И этот князь мира сего, он пытался найти что-то в этом человеке. И я думаю, что он тот же самый не изменился. И он сегодня тоже ходит и ищет, чтобы что-то свое каждому из нас подсунуть. А именно, чтобы уловить нас где-то в нечестности. Где мы поступаем в нашей жизни нечестно, он это знает. И если мы это делаем, придет день, когда всем нам написано, должно предстать перед Богом. И если он будет что-то иметь у нас свое, он будет иметь право, чтобы обвинять каждого из нас перед Богом. Поэтому Слово Божье нас предупреждает и говорит нам о том, чтобы мы работали над собой, над нашим внутренним человеком, над нашим духовным человеком, это есть как раз эти пороки духа, нечестность, ложь, пороки духа, и мы должны от этого освобождаться. В Священном Писании много есть примеров людей, которые поступали честно, которые поставили нам пример. Один из этих людей это был Иосиф, сын Иакова. Мы знаем эту историю, это была большая семья, Иаков у него было 12 сыновей, они жили вместе, Иосиф вместе воспитывался в той же самой среде, в той же самой семье, но что-то их разделяло, они были совершенно разные люди, Иосиф и его братья, Иосиф он боялся Бога, написано. Несколько раз он говорил о себе «Я боюсь Бога». И это давало ему вот этот как бы заряд, вот эту энергию, то, чтобы все-таки хранить себя честным. И в Бытие 42-я глава мы видим когда братья пришли уже в Египет, на земле был сильный голод, и это был второй год голода, когда эти братья Иосифа, они пришли купить себе пищу, Иаков сказал, я слышал, что там в Египте есть хлеб, идите купите. И вот они пришли, и на то время Иосиф уже был вторым после фараона, он был уже правителем всего Египта, и написано с восьмого стишка, Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его, и вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы соглядатые, вы пришли высмотреть на готу, то есть слабые места земли сей, они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищу, мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не были соглядатые, эти люди сказали, что они честные, да, они сказали правду, что они дети одного отца, но они не сказали ту правду, которую они скрыли, не только обманув, его сейчас Иосифа, они обманули и своего отца, помните эту историю, когда Иаков послал Иосифа, чтобы навестить своих братьев, и когда он пришел, они с ним поступили вероломно, они хотели убить его, но потом Рубим их увещевал, они бросили его в яму, и когда шли измалитяне, они вытащили его, не для того, чтобы его спасти, но чтобы продать его в рабство за 20 серебряников, и когда он попал в этот Египет, его купил там один человек, он прошел вот это унижение, раба, когда его привели на этот торг, и там покупали этих рабов, и этот человек купил его как вещь себе, как раба, чтобы он работал ему, и этот человек, Иосиф, он это все вспомнил, он находился в доме этого Патифара, но мы видим, что этот человек, этот раб был особенный, и Патифар, когда его взял, он поставил его работать, и он за ним наблюдал, он смотрел за ним, он увидел, что этот человек особенный, он особенный, он не работает только для того, чтобы его не наказывали, но он делал всю работу честно, честно, от сердца, и написано, что Патифар смотрел за ним, наблюдал за ним, и в конце он увидел, что этот человек честный, он увидел, что Бог с ним, он видел, что Бог дает ему успех, он увидел честность в этом человеке, и написано, он отдал ему все, весь дом свой, он поручил ему все свое имение, это был богатый человек, он поручил ему все свое хозяйство, он поручил ему все свои финансы, он поручил ему все, что было в доме его, написано, он ничего не знал про Иосифе, кроме того хлеба, которого он ел, все абсолютно он отдал руки Иосифа, раба, которого он купил, братья и сестры, не говорит ли нам это о чем-то, о качествах этого человека, я думаю, Иосифа не раз, может быть, этот Патифар испытывал, может быть, он не раз говорил, пойди там в кладовку, возьми эти, это деньги или серебро, сколько надо, пойди, закупи все, что нам надо, он шел, открывал этот сейф, брал это серебро, раньше покупали на весь серебро, на золото, шел, может быть, на базар, покупал все, что надо, приходил и до мелочей отчитывался своему хозяину, и он брал только то, что необходимо было, я думаю, не сразу Патифар поставил его над всем своим домом, он убедился, что этот человек честный, что ему можно доверить, может быть, он не раз убирал в этом доме, находил какие-то другие вещи, и он эту приносил, и отчитывался хозяину или хозяйке, знаете, очень часто люди нас тоже проверяют, и я помню, когда в Вашингтоне занимался еще по бизнесу, заходил в дом, и люди оставляли деньги, оставляли, не знаю, может, случайно, а может быть, специально, чтобы проверить честность, я думаю, может быть, у Вас тоже были такие случаи, Вы приходили и что-то видели, вот, кто работает в домах, люди оставляют, может, они проверяли нашу честность, и если мы честны, если сердце наше, оно имеет вот эти принципы в нашей жизни честность, то мы поступим честно в малом, и Слово Божие говорит, что если ты верен в малом, ты будешь верен большому, но если ты не верен в малом, если ты возьмешь то, что тебе не принадлежит по праву, не твое, если ты что-то возьмешь то, что не твое, ты уже поступил нечестно, и Слово Божие говорит, что за все это мы будем отвечать перед Богом, это говорит Слово Божие, мы видим пример вот этого человека Иосифа, и когда пришло испытание в его жизнь, хозяйка этого дома Потифарева, она тоже видела его, видела его честность, видела его порядочность, и кроме того, он ей понравился, она влюбилась в него, она стала домогаться того, чтобы он был с нею, но он говорил, сказал такие слова, как я могу это сделать, преступление перед своим господином, и что, и согрешить перед Богом, этот человек боялся Бога, и он из-за того, что он был честен, он попал в тюрьму, он поплатился тем, что ради своей честности он не разменялся на этом грехе, он предпочел лучше пойти в тюрьму, лучше остаться честным, но не попасть в это рабство этой женщины, он остался честным перед хозяином, и честным перед Богом, и мы видим дальше, как Бог был с Иосифом, он был там в тюрьме, где он находился, написано, этот человек, начальник тюрьмы, увидел в Иосифе, что Бог с ним, что он человек честный, он отдал ему все на руки, то, все, что он там делал, и говорит, говорит Слово Божие, он ничего не делал, все дал Иосифу, и дальше проходит время, Бог обратил внимание на этого человека, Бог обратил внимание на его честность, и он ее поднял, один день пришел, когда Иосифа позвали к фараону, вызвали его с этой темницы, и он пристал перед фараоном, и фараон его сразу же, в тот день, поставил вторым человеком в Египте, одел его перстень, переменил ему одежды, и этот человек стал известным в Египте, он стал управителем всего Египта, и в противоположность мы видим его братья, они заявили, что мы люди честные, Иосиф, конечно, решил испытать их честность, проверить их, чтобы они сами увидели то, в чем заключается их честность, что они имели ввиду, и когда Иосиф стал их испытывать, помните, когда второй раз они уже пришли, и Иуда говорил такие слова, что нашел Бог грех рабов твоих, нашел Бог грех рабов твоих, и говорит ты, мы останемся рабами тебе, мы останемся рабами, нечестность, иногда если мы думаем, что мы честны, но мы еще стоим перед Богом, и Он сказал, что нашел Бог нечестность рабов твоих, грех рабов твоих, и поэтому мы будем рабами тебе, братья и сестры, и я представляю эти люди, да, они обманули своего отца, какое зло они сделали, этот человек сколько времени ихний отец страдал, он подумал, действительно, Иосиф был растерзан, эти люди сделали, сказали ложь, и это им удалось, и как они могли смотреть на страдания своего отца, когда он сколько времени плакал о нем, и они знали, что они обманули, и в конце концов они говорят, что мы люди честные, братья и сестры, это есть большой пример, этот человек Иосиф, многие богословы говорят, что это есть преобраз Иисуса Христа, и очень важно, чтобы мы в нашей жизни были верны в малом, верны в том малом, которое говорит Слово Божье. И если Слово Божье говорит нам, брат Леня читал, Иисус Христос говорит, что из сердца исходит, что злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление, это все скверняет человека. И если мы в нашей жизни имеем эти принципы христианские, принципы Божьи, если Слово говорит Божье, что это есть грех, значит мы никогда не пойдем на этот грех. Мы будем честны. И поэтому очень важно, чтобы вот это Слово Божье, которое сегодня говорит нам, мы его принимали к себе, брали эти добрые примеры, выбили, есть еще пример, я хочу напомнить это, это четвертая книга царств, где говорится, когда строился храм Божий, восстанавливался, и в этом храме работали многие люди, кроме священников, многие специалисты, и здесь написано 4 глава с 12 стишка, извиняюсь, 12 глава, 12 глава 14 стиха, производителям работ отдавали серебро, много было собрано серебра, много было собрано драгоценностей для того, чтобы строить, ремонтировать храм, написано, его отдавали производителями работ, и чинили им дом Господин, и не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно, они действовали честно, очень важно в жизни христиан, церкви, чтобы вот эти качества честности были в нас, Слово Божие поощряет, и здесь написано именно о тех людях, которые работали в храме, которые строили, которые что-то делали, написано о них, они действовали честно, они были честными, они честно производили работ, я думаю, что много было возможностей в этих людей, там было много серебра, много золота, и много было возможностей, чтобы что-то взять для себя, но здесь написано, что они действовали честно. Они были люди честные. Через их, может быть, много средств прошло, но к ним ничего не пристало. Знаете, в нас тоже много сейчас бывает миссий всяких, бывает много всякой работы делается, и очень многих людей говорят, что это люди нечестные, они не доверяют. Но, знаете, очень важно в жизни христианин быть честными, чтобы то, что принадлежит Богу, оно не пристало к нашим рукам. Это очень важно, и особенно для тех, кто работает в церкви, для тех, которые связаны с этим, чтобы они были честными. И, знаете, написано также о том, это написано Тимофею, о служителях, есть особые требования. Это 1 Тимофея с 3 главы. Здесь пишется именно о служителях, что епископ должен быть непорочен, одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. И дальше говорится, не пьяница, не биться, не сварлив, не корыстолюбив, но тих миролюбив, не сребролюбив. И здесь очень много качеств, которые пишутся, и одно из них, что они должны быть честны. И также дальше говорится о диаконах, это с 8 стишка, что диакон также должен быть честен, недвоязычен, непристрастен к вину, некорыстолюбив, хранящие таинство веры и чистой совести. И дальше говорится в 11 стишке, также и жены их должны быть честны. Слово Божие очень много уделяет внимания именно о честности, о том, что христиане должны жить честно, должны быть честными, должны быть справедливыми, чтобы враг, дух человеческий, дьявол, как я читал это место, написано, идет он, он идет, чтобы проверить, чтобы кого найти, но чтобы он нас не имел, ничего. Мы должны быть честны в нашей жизни, во всех наших путях, в трудах наших, на работах, везде, где мы находимся, в церкви, мы должны быть честны, справедливы. И, знаете, написано евреям также, что брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Брак у всех да будет честен. В семьях мужья-жены должны быть честны. В этом, от этого зависит крепость семьи, от этого зависит наша жизнь, наше служение Богу, братья и сестры. И, если, например, бывает в жизни молодые, молодые жены или же молодые сестры поступают, например, нечестность может проявляться даже в нашей одежде. Если мы одеваемся так, что можем кого-то другого соблазнить, это уже есть нечестность перед Богом. Это есть нечестность перед другими. И если мы видим это в нашей жизни, если мы видим это, мы должны, конечно, исправлять свое положение. И мы должны проверять себя, что нас побуждает к этому. Какие мотивы в нашей жизни побуждают к этому, чтобы мы поступали нечестно во всех этих отношениях. И Слово Божие, оно конкретно говорит об этом. Брак у всех да будет честен. В семьях должна быть честность. Мы должны поступать правильно перед Богом, боясь Бога, поступать честно. И Ефесянам написано, еще прочитаю место, время уже уходит, 4 глава. 28 стих. Апостол Павел говорит Ефесской церкви. Ефесская церковь это была хорошая духовная церковь. И здесь он пишет такие слова. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись своими руками, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Апостол Павел обращает внимание, и я понимаю, что он писал именно актуальное слово, необходимое для той церкви. Эта церковь, она была духовная церковь. Мы читаем это перед этим. Но апостол Павел обратил внимание именно на то, что бывает людей в жизни, когда в его дообращение его как бы необновленная жизнь была прочная. И в него проявлялись вот эти качества нечестности, воровства. Если человек честный, он воровать не будет. Говорит, если ты крал раньше до обращения, ты, предник, не делай этого. Иногда человек, когда он приходит даже к Богу, является членом церкви, и в него эта природа плотская, она не переменилась, не переродилась. Вот эти качества греховные, они остаются в жизни, в характере человека. Знаете, я встречал людей, которые, ну вот они не могут, чтобы не своровать. У них такое в жизни, вот такое в его в этом характере. Но характер христианина, он должен преобразиться, он должен стать новым, он должен стать именно характером Христовым. Христос говорит, что кто из вас обличит меня в неправде? Кто может сделать? Можем ли мы сегодня, на сегодняшний день, сказать, что кто из вас обличит меня в какой неправде? Или в каких-то нечестных отношениях? Братья и сестры, если в нас мы не можем это твердо сказать, значит, нам нужно поработать над своим характером, поработать над своими принципами в нашей жизни, чтобы наша жизнь, она была действительно приятна Богу, чтобы нам иметь наш характер, характер Христов, чтобы он был. И поэтому, да благословит Бог нас, братья и сестры, мы будем идти к молитве и еще напомню некоторые места, Екклезиаст пишет 12 глава 13 и 14 стихи «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог проведет на суд, и все тайное хорошо оно или худо». Екклезиаст говорит, что «выслушай сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело, все, что мы делаем хорошо или худо, оно будет перед Богом». Иногда, может быть, человек поступил нечестно по отношению к брату или к сестре, и он думал, что все это пройдет, никто этого не знает, не увидит, но Екклезиаст говорит, что все это Бог приведет на суд, и мы должны понимать, что мы ходим перед Богом, и также дьявол, он смотрит за нами, чтобы обвинять нас перед Богом, поэтому очень важно, чтобы каждый из нас жил перед Богом и поступал честно, чтобы в нас была честность не такая, как в этих братьев Иосифа, но чтобы мы поступали так, как этот образец наш Иисус Христос. Иосиф хороший образец для подражания, быть честным во всех обстоятельствах, где бы мы не были, не идти на компромис, не идти на компромис своей совестью, не меняться, чтобы эти заповеди Божьи, они были нашими принципами жизни, чтобы мы строили на них нашу жизнь, на них, чтобы мы основывались в нашей жизни, да благословит Бог каждого из нас, чтобы это слово, оно было в нашей жизни, как напоминанием, я говорю это и для себя, и для каждого из нас, чтобы во всей нашей жизни, наши дети тоже, и в школе, где мы находимся, молодежь, поступать честно, во всех наших путях, в нашей жизни, во всех наших движениях, и Слово Божие говорит, Иисус говорит в 7 главе 12 стих, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте, ибо в этом закон и пророки, поэтому да благословит Бог нас, и мы будем молиться, мы будем идти к молитве, чтобы Господь благословил нас, чтобы нам действительно в нашей жизни поработать над тем, чтобы нам усовершать свой духовный характер, чтобы наши принципы, они строились на Божьих заповедях, на Божьих постановлениях, и тогда мы будем иметь дерзновение перед Богом, тогда мы будем иметь дерзновение, и никто не сможет обвинить нас в нашей жизни, да благословит нас Бог, мы будем склоняться, молиться, благодарить Бога за Его Слово, за то, что Бог сегодня еще говорит к нашим сердцам, Аминь. Аминь.